Мы начинаем нашу работу в дневном эфире. У микрофона Сергей Зубчук. Бархатный тембр, который не забыть. Впервые голос Сергея Зубчука зазвучал на волнах радиоканала 3. В СМИ региона Сергей пришел в 91-м. Затем много лет сотрудничал с медиагруппой FM Production. В том числе работал главным редактором радио «Эхо Москвы» в Барнауле. Коллеги называли его «золотым голосом алтайского радио». Он звучал во множестве творческих проектов. «Везет на фронт мальчика товарищ военный врач. Мама моя, мамочка, не гладь меня, не плачь. Мне уже 12, я взрослый почти. Двоятся, двоятся, двоятся рельсовые пути». За время своей работы на радио Зубчук взрастил много молодых и талантливых радиоведущих. Журналист Евгения Даровская рассказывает, еще в юности услышала Зубчука в эфире. И стала мечтать работать на радио. Вел красивый голос. Удивительный красивый голос. Я совершенно училась на другом факультете. Не думала даже связать свою жизнь со СМИ. И вдруг я подумала, какая, наверное, эта магия вот так сидеть перед микрофоном. Вот так красиво говорить, как бы я хотела. Через год я попала на то самое радио. Мы познакомились с Сергеем. И сразу я поняла, что это был именно он. Мы подружились с Сережей. Много лет он был мой друг. Звучит его голос и в работах барнаульского режиссера Андрея Ясаулова. В частности, в фильме «Выбираю деревню на жительство» по мотивам рассказа Шукшина. «Если ты деревенский, то рано или поздно в деревню снова потянет». Ушел настоящий профессионал. Будем так говорить, старой школы. Очень ответственный человек. Вспоминаю нашу последнюю с ним работу над нашим фильмом «Берега». Когда у него какое-то физическое недомогание было. Но при этом он очень героически говорил текст до конца, вложив в него все то, что нужно было вложить. Журналист, радиоведущий, а еще артист. В юности, после окончания театрального училища, Зубчук некоторое время работал в драм-театре. Редкий архивный кадр одной из постановок 80-х годов. Зубчук сидит перед всеми в самом центре. Прекрасно помню, когда Сергей пришел в театр драмы. Его запоминающиеся роли, его талант, его потрясающую харизму, когда он работал актером. Через некоторое время он ушел в журналистику и все равно оставался членом Союза театральных деятелей России. В последние годы жизни Зубчук писал книгу о народном артисте России Дементий Поротикове. Хотел рассказать в ней о жизни своего талантливого друга и учителя, но не успел. По мнению коллег, эти рукописи достойны храниться в музее. А неповторимый голос Сергея Зубчука навсегда останется в золотом фонде края – аудиороликах, эфирных записях и документальных фильмах. «Есть у жизни людской потаенный исток, и цветенье пора, и пора листопада, и кружится земля, и олеет восток, нелегко отвечать на вопросы, а надо». Мария Мацав, Александр Антропов. День с толком.